На Леушенской таможне километровые очереди из грузовых машин. По словам дальнобойщиков, фуры могут стоять без движения более суток. В очередях простаивают и груженные машины, и те, кто едут без груза. Водители говорят, что раньше пустые фуры проходили намного быстрее. Многие столкнулись с таким впервые. Дальнобойщик из Болгарии по имени Ахмед стоит на таможне вторые сутки. Запас из канистры – единственный источник воды. Она же питьевая, она же для мытья. В кабине провизия минимум на неделю. Вот это. Котлон внизу. Давай. Здесь все. Вот здесь хлеба. Бывалый дальнобойщик из Евросоюза не понимает, почему в округе нигде нет туалета. И это в стране, которая хочет стать частью ЕС. Туалет на нет. Ну надо химическое туалет на там. Знаешь, химическое. Экутой. Ничего нет. Это за 21 век ненормально. По нужде в чистое поле. Туда же выбрасывают мусор, обертки от еды и пустые бутылки. В округе нет ни санузла, ни мусорных багов, ни кафе, где можно поесть горячей еды. Кто окруженные стоят и по пять дней, и по четыре, и по семь могут стоять. Что же они тогда здесь делают? Как они живут? Как живут? Консервы кушают. А помыться, в туалет сходить? А моя санду не сделала душ здесь. Пойдем в баллонку, аэрогаз, немаломнишь продукты. У нас газовый баллон, запасаемся продуктами, ходим по своим делам в поле. Вот так и живем. У нас семьи, мы должны их содержать. По-другому нельзя. Друзья, в Молдове все разрушено. Требуется антрецильная фамилия. Требуется планой для Молдовы один калчево, но и чуфач, тот и диструс. Столько хлеб и сыром, и напитка пьет. На Леушенской таможне настоящий интернационал. В очереди стоят дальнобойщики из Болгарии, Турции, Украины. Многие едут транзитом через Молдову за товаром. Но с такой ситуацией на Леушенах сталкиваются впервые. Месяца полтора назад я здесь как был, то там, ну, именно здесь, опять же, такой не было очереди. Особенно пустые, все левым рядом шли, как-то это все было быстрее. И там это занимало, грубо говоря, когда ты уже непосредственно начинаешь все с документами, то это на все уходило там минут семь-десять. Это молдавская и румынская. Все, и поехали. Ну, а сейчас я не знаю, почему, с чего так взялось, ну, с чего. Почему сейчас это стало так долго, никто не знает. Ну, как разговаривали с коллегой из Молдавии, он говорит, мы думали, что это, грубо говоря, что украинцев много. Ну, а сейчас, видимо, это дело, говорит, не в вас, потому что вас не так много здесь. Говорит, и почему это, говорит, так долго сейчас стало, никто не может даже и понять. Дальнобойщики просят власти организовать таможенный контроль цивилизованно, как один из вариантов создать электронную очередь, чтобы не ждать проверки сутками в машине, а приехать в назначенное время. Накануне власти пообещали, что разработают подобную программу. То, что мы делаем в министерстве, мы разрабатываем механизм программирования при переходе границы, чтобы не было очередей в обе стороны, и чтобы перевозчики точно знали, когда им приезжать, и чтобы они не ждали по 6-7 дней. Правительство обещает внедрить эту систему с января, а до тех пор водителям приходится ждать. Дальнобойщики Движение идет очень тяжело. Обращаешься в полицию, никто не уделяет тебе внимания. Если выходишь на третью полосу, то составляют протокол. А когда говоришь, что мы пустые и просим проехать быстрее, они говорят, что тоже не спят всю ночь. А когда мы выйдем из нашей таможни, нас еще ждут братья румыны. Кроме того, нас штрафуют за то, что мы не вписываемся в график. Очень тяжело. Эта ситуация, она бьет как-то по карману вам? Еще как. За счет чего? За счет, что километра не делает. Колесо не крутится, деньги не крутятся. В пограничной полиции объяснили, во всем виновата предпраздничная суета. Со вчерашнего вечера регистрируется большой поток транспортных средств, автобусов, микроавтобусов. Особенно с четверга на пятницу это нормально, потому что каждую неделю отправляют посылки в ЕС. И поэтому растет поток транспорта. И нельзя забывать, что мы находимся на пороге зимних праздников, когда также увеличивается поток транспорта на государственной границе.